А для того, чтобы включать систему, надо, помимо всего прочего, заниматься существенной кадровой сменой. А люди, которые сегодня находятся у власти, как-то очень негативно относятся к идее их заменить. Поэтому, я думаю, что мы вот так и будем, не мычать, не телиться, и будем входить в этот самый кризис. И он будет все тяжелее и тяжелее. И власть резонно считает, что бунтов не будет, а если бунтов не будет, то она как бы исправится. Единственное, чего боится власть, это внутриэлитных разборок. Но с внутриэлитными разборками она уже привыкла. Да, они кого-то там скинут, вот Евтушенков тут попался, еще кто-то. И постепенно будут так одного за другим подчищать. Я думаю, что опасности будет две. Первая опасность состоит в ужесточении санкций. Хотя тут уже есть сомнения. Поскольку до руководства, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, постепенно начинает доходить, что они своими руками подрывают ту систему международной безопасности, которую США и СССР выстраивали много десятилетий. Если они уже окончательно подорвут, то мало не покажется и для США. А вариант второй, это если в результате внутриэлитных разборок кто-то начнет обращаться к народу. Это было в 90-е годы. То есть кто-то понимает, что все уже не выжить и что все отберут, а ресурсы еще пока есть. А вот будут перекрывать Транссиб и прочие разные устраивают штуки. Вот это реальная опасность, которая есть для власти. А поскольку, я думаю, что будут и разные проблемы локальные, у нас нет оснований для голода в стране, и не будет, скорее всего, голода. Но могут быть локальные проблемы, например, связанные с логистикой. Грубо говоря, в малых и средних городах, где весь подвоз продовольствия находится в руках участников в результате идиотической политики федерального правительства типа запретов на продажи в маленьких магазинах водки и сигарет, а в маленьких населенных пунктах нету сетевых магазинов, чтобы вообще нельзя продавать сигареты. Либо в результате просто того, что подвоз станет невыгоден экономически, может оказаться, что будут перебои с поставками еды на 2-3 дня. Поэтому я, кстати, рекомендую жителям таких проблемных мест иметь дома 3-4-дневный запас еды, особенно если дети есть в доме. То есть, Михаил, если я правильно понял, то, в общем, они рассчитывают, что никто не восстанет, никто не будет возмущаться, все вернутся в 90-е, но уже покорными, потому что все центры организации подавлены. Дело не в центре организации, они, когда нужно, появляются мгновенно. Дело в том, что народ после Майдана, после разных других, он понял, что такими вот выступлениями невозможно ничего сделать. Ну, собственно, как нас случил Владимир Ильич Ленин, революционная ситуация перерастает в революцию только в случае наличия революционной партии. Революционной партии у нас нету. В 1917 году все считали, что большевики – это рупор и как бы инструмент в руках генерального штаба армейского. И, в общем, целая куча косвенных признаков это подтверждает. В частности, то, что весь генштаб царской армии потом благополучно перешел в Красную армию. И, может быть, собственно, большевики бы и не пришли бы к власти, к реальной, если бы не гражданская война, которую завязала противоположная сторона. Так вот, абсолютно аналогичная ситуация может произойти сегодня. То есть, какие-то элитные группировки, понимая, что их власти и деньги, поставленные под угрозу, они могут начать дополнительно направленно создавать какие-то бунты против действующей власти. А ситуация будет ухудшаться. Мне сложно это сказать, понимаете. Я же не специалист по, как бы, такого рода вещам. Тут нужен очень хороший социолог, причем желательно имеющий опыт работы в МВД или ФСБ, то есть, который понимает, как устроены массовые беспорядки, их механика. Я в этом деле не очень большой специалист. Ситуация будет ухудшаться, экономическая ситуация. Количество безработных будет расти. Уже, ну, собственно, основные признаки. Год назад уже невооруженным глазом было видно, падает количество арендаторов в бизнес-центрах, в том числе в регионах падает деловая активность, закрываются уже в регионах разного рода сети. Пока не еда, но все равно. И, в общем, уже понятно, что резкое ухудшение ситуации будет в конце февраля-начале марта, вот, грубо говоря, к весне. И к этому нужно быть готовым. Если есть работа, надо задержаться. Кредитов ни в коем случае не брать. Вот я уже говорил, если это маленький населенный пункт, то, грубо говоря, там до 50 тысяч человек, надо обязательно иметь дома 3-4-дневный запас еды. Сейчас, по-трое, голода не будет, но перебои могут быть. Значит, реальная опасность состоит в том, что если американцы, если не захотят здесь свалить, они начнут раскачивать ситуацию и искать союзников. Там есть проблемы еще, потому что американцы есть разные. Да, и сейчас уже демократы, республиканцы. Там тоже есть свои конфликты. Поэтому я бы... Кто-то будет, да, но кто и как, это не очень понятно. Кроме того, тут будет еще просто поддержка своих. Будут понятно, что основные ресурсы где? В Минфине и в Центробанке. И поэтому атака на Биулину, с ее совершенно гениальной кредитно-денежной политикой, она связана не только с тем, что есть люди, которые считают ее вредительской по отношению к России и к ее экономике. Но есть люди, которым вполне устраивает ее политика, но только они бы очень хотели, чтобы эта политика была в их пользу, а не в пользу личных друзей на Биулиной. Ну и так далее. Поэтому я думаю, что и давление на Биулину, и давление на правительство будет идти не только как бы общественное, вот в данном случае я себя считаю общественностью, но и со стороны тех или иных элитных группировок, у которых там свои интересы, чисто коммерческие. Это тайна, кто фактически сделал на Биулину такой, как говорится, несудимый, неприкасаемый, или, так сказать, неприкосновенный, вернее, скажем так, фигурой. Я напоминаю, что Дубинин, который организовал дефолт, один из главных организаторов, сейчас, по-моему, как-то председатель наблюдательного совета ВТБ, то есть у него все хорошо. А еще один организатор дефолта Чубайс, он руководитель национальной корпорации, у него тоже все хорошо. Все отлично. И в этом смысле мне, конечно, эта ситуация страшно не нравится, потому что если люди не наказаны за преступление, то это преступление повторяется. Чтобы обставка не скакалась на такую опасную грань, что нужно сделать сегодня, Михаил, чтобы вывести экономику и что? Это бессмысленный вопрос. Дело в том, что мало сказать, что нужно сделать, и важно, чтобы были люди, которые это могли сделать. У Биулина есть несколько задач, которые она для себя решает. Она хочет сохранить свою должность, она хочет удовлетворить тех людей, которые ее прикрывают, в том числе в администрации президента. Она хочет удовлетворить тех, кто составляет ее политическую крышу, условно говоря, в Вашингтоне. А на Биулина выросла в рамках той нашей элитной группировки, которую ставил здесь Запад. Она ученица Ясина, она работала с Чубайсом, она была ответственным секретарем правительственной комиссии по связям с международными финансовыми организациями. То есть она, грубо говоря, рука МВФ, Мировую банку и так далее. Эти свои задачи она исполняет совершенно блестяще, и по этой причине до тех пор, пока не будет принято политического решения о том, что политика МВФ, ей, собственно, главное, чем должна руководствоваться Россия, ее никто снимать и убирать не будет. А когда примут решение, что МВФ... Это не ко мне. Ее уберут? Ну, разумеется. Хорошо. Но ведь Борис Николаевич Ельцин, чудовище пьяное и прочее, ведь он мог, пользуясь той Конституцией 93-го года, которая не позволяла вроде бы президенту снимать глав Центробанка, он все-таки дважды снимал, хотя после провалов каких-то, да? Ну, причем здесь Конституция, да? Если президент вызовет любого представителя Центробанка и велит написать заявление, то заявление будет написано. Кроме того, я не думаю, что нет оснований, скажем, арестоваться на Биуду, но за коррупцию. Я думаю, есть основания, да, по целой куче признаков. А государственные изменения? Нет, государственные изменения, вот тут как раз будет шум и гам. Да, вот за коррупцию, да... Самое оно? Почему нет? Но дело не в этом, а дело в том, что для этого, вы поймите, вот же в чем вся проблема. Снять это, может, и не проблема, но кого назначать? Значит, если мы говорим, что мы меняем политику радикальным образом, то мы что делаем? Мы должны отказаться от тех ресурсов, которые мы имеем со стороны МВФ, хотя частично нас уже от этих ресурсов отрезали. Мы должны убрать тех олигархов, которые выросли на этом ресурсе, и мы должны убрать чиновников, которые, соответственно, в рамках этой системы выросли. Это уже даже не сотни, а тысячи людей, за которыми стоят даже не миллиарды, а десятки миллиардов долларов. И они будут защищаться, потому что если их оттуда уберут, они теряют все. Потому что рассчитывать на то, что им оставят то, что они успели нахомячить в западных банках, это наивно. Но я бы на месте Путина, понимая, что это подрыв моей власти, подрыв моего трона, сделал бы личную гвардию, но Набиуллина бы сместил совсем бы блоком. Еще раз повторяю. Есть Хазин, есть Глазьев. Дальше и дальше что? Вот есть Хазин, да, что Хазин, завтра назначают Хазина председателем Центробанка. И что? Хазин уже 15 лет, даже больше уже, не работал на госслужбе, у него нет своей команды. Будет работать с людьми Набиуллиной? А это будет саботаж. Это будет саботаж. Значит, нужно их увольнять всех, а кого надо назначать на их место? Это неизвестно. То есть это, и нужно при этом учесть, что саботаж будет все равно. Будут, соответственно, омерзительны, вспомните, что было, когда речь даже шла не о назначении Глазьева, а только о намеке о том, что он может быть назначен председателем Центробанка. Какого рода пресса шла? Дубинил пресловутый на эхо Москвы в передаче Альбат с его, с Гитлером сравнивали. Господи. Вот, и в этом смысле это война. Значит, если у Путина есть хотя бы минимальная надежда на то, что этой войны можно избежать, он, соответственно, ее будет избегать. Это абсолютно понятно. У него было 14 лет, он не подготовил кадрового резерва. Но из ваших слов, Михаил, я понимаю, что если Альбат Юлина прикрывают в администрации президента, значит, это очень близкие Владимиру Владимировичу люди, это явно силовики. Теперь я... Раньше я думал, что это либеральные крылья. Не, ну а как вы хотите сказать, да, вот сидят люди в администрации президента, которым очень нравятся их позиции, которые понимают, что если будут назначены люди сильные и самостоятельные, то они начнут там проводить какую-то политику, а как их держать под контроль. С Набиулиной все понятно. Она будет, как бы, если ей чего-то велят, соответствующие люди в администрации, она вот свято это будет исполнять. Она никогда не будет рыпаться. Она в этом смысле, она готова даже не исполнять те поручения, которые ей даются в Вашингтоне, но только бога ради, кто ей в администрации что-то скажет. И вот теперь понятна вот эта комедия, почему Путин на время послания говорит, что надо бороться со спекулянтами, а Набиулина фактически вроде как и саботирует это решение. Ну она много чего саботирует. Она саботирует создание платежной системы, она вполне целенаправленно как бы гробит банковскую систему, она вполне целенаправленно гробит инвестиционную систему, в рамках которой еще кучок там как-то перебивалась российская экономика. Но вы поймите, в рамках политической элиты есть только один вопрос, это вопрос о власти. Все остальное это бантики. И если ради сохранения власти нужно угробить экономику России, значит экономику России будут гробить, что мы и наблюдаем. Если мы посмотрим на Россию сегодняшнюю, мы видим бешеную атаку на Путина, Запада. Почему? Потому что авторитет России и лично Путина в мире очень сильно растет. Но растет он не потому, что Россия что-то делает, а потому что есть фантомный образ СССР как альтернатива современному либеральному капитализму, который у нас на глазах разрушается. И наивно считать, что люди на Западе этого не видят. Они говорят, вспомните, вы были альтернативой, продемонстрируйте это. В результате очень интересно. Путин создает виртуальный образ этого самого СССР, проявляет некоторую советскую имперскость во внешней ситуации. Ну он хотя бы имитирует ее. Хотя бы имитирует. А во внутренней идеологии. Но при этом экономическую часть он продолжает откровенно либеральную. Мы продолжаем строить либеральный капитализм, который бьет по Путин. И это, ну как бы в медицине это называется шизофрения, это называется как бы раздвоение сознания. И абсолютно очевидно, что это раздвоение, собственно, и есть главный повод, в рамках которого произойдет вот этот самый элитный раскол. И, собственно, он не может довести до добра в этом смысле. И я не думаю, что вот эта вот нынешняя политика, она способна протянуть еще, скажем, 2-3 года. Я думаю, что какие-то события произойдут раньше. Но нужно понимать, что если есть раскол, то можно принимать либо одну сторону, либо другую. А если принимать одну сторону, то вторую нужно уничтожать. И вот это, причем, если раньше можно было ее просто уволить, то теперь речь идет о лишении всего, а очень скоро прежде пойдет и о физическом уничтожении. И вот это решение принять крайне тяжело любому человеку. А если это не обязательно из Вашингтона, а если нет, то он сам, скорее всего, станет жертвой.